МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Качество пассажирских перевозок обсудили на заседании рабочей группы в администрации муниципалитета. По поводу Андреевского. Левик План сказал, что 367-й туда заходит. Мы обязательно этот вопрос проработаем. Аварийное состояние старой водонапорной башни на улице Заводской в ВИДНОМ стало предметом пристального внимания членов общественной палаты Ленинского района. Башня представляет на данный момент общественную опасность. Инициативная молодежь провела благотворительную акцию, в рамках которой происходил сбор средств на лечение воспитанника спортивной школы Олимп Ильи Чеснокова. Почему я решила спеть песню со своей подругой? Потому что это очень трогательная песня, которая ему как-то поможет. В администрации муниципалитета прошло заседание рабочей группы под председательством заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Гаврилова. Оно было посвящено вопросам качества пассажирских перевозок. Во встрече приняли участие представители компаний-перевозчиков, руководители администрации поселений, активные жители. Тему продолжит Татьяна Брылова. Первое заседание рабочей группы по модернизации маршрутной сети было посвящено автобусным перевозкам как внутри города Видное, так и из Видного в другие поселения. Тщательно анализировался каждый маршрут. Участники встречи вносили свои предложения по улучшению качества перевозок пассажиров. В районе действует 13 муниципальных маршрутов. Многие обеспечивают доставку пассажиров уже долгие годы по одному и тому же расписанию. На встрече стало ясно, что пора внести изменения как в графике, так и в маршрутные карты. Первым на обсуждение был вынесен маршрут номер 10. Данный маршрут у нас работает с 2015 года. Спустя год, один год он отработал по нерегулируемым тарифам. Спустя год его удалось перевести на регулируемые тарифы. Учитывая отсутствие жалоб, какие у нас будут предложения. В результате обсуждения оказалось, что существует потребность продолжить данный маршрут вглубь деревни и несколько изменить расписание. Я его в настоящий момент отправил для рассмотрения в Видновское ПТП. Они сейчас посмотрят, это как специалисты. И нам отдадут ответ, можно ли это сделать, нельзя, потому что автобус один. 29 маршрут вызвал долгие обсуждения участников рабочей группы. На этом автобусе жители поселка Володарского могут добраться до Видного, и многие пользуются общественным транспортом. В частности, люди старшего поколения ездят в поликлинику. Одно из предложений касалось увеличения числа автобусов по данному маршруту. Второе затронуло интересы жителей деревни Андреевская, расположенной на расстоянии двух с лишним километров от Володарского шоссе. Пока местные жители могут добираться в Видное лишь с пересадками. По поводу Андреевского, вот Льва Фиколаевна сказала, что 367-й туда заходит. Мы обязательно этот вопрос проработаем, потому что по моей информации технической возможности туда заходить нет. Есть. 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 Все-таки. Мы среди заборного узла, где у нас промокли, обороты. Там сделали сейчас, оборотный круг, осталось. Понятно. Активные жители, которые также были включены в рабочую группу, смогли озвучить свои вопросы. Так, жительница Горок-Ленинских Надежда Валиулина пожаловалась на то, что с января этого года, когда появился новый перевозчик, начались проблемы с автобусным сообщением. Не соблюдается расписание. Абсолютно не соблюдается. Тарифная сетка не утверждена. То есть ты можешь в одном автобусе проехать за 50 рублей, это же расстояние за 70 рублей. Тщательно проработали и все городские маршруты. Большинство из них выполняют перевозки без нареканий со стороны пассажиров. Ну а участники рабочей группы будут собираться по средам в течение февраля, чтобы обсудить все вопросы. И до 1 марта подготовят детальные предложения по каждому маршруту для принятия конкретных мер. Татьяна Брылова, Владимир Беженов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание регионального правительства, где одним из главных вопросов стало обсуждение безопасности дорожного движения в Ленинском районе. По представленным статистическим данным число погибших на дорогах выросло вдвое относительно предыдущего года. Валерий Николаевич, вы понимаете алгоритм действий, порядок действий? Что конкретно вы как глава территории должны предусмотреть, чтобы обеспечить выполнение показателя? Глава Ленинского района Валерий Венцель в своем докладе продемонстрировал детальное понимание проблемы. Мы проанализировали в рамках нашей комиссии по безопасности дорожного движения все шесть случаев, которые произошли в 2018 году. В трех из них сработал человеческий фактор. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части не выявлено. По трем остальным случаям глава муниципалитета рассказал о шагах улучшения организации дорожного движения. По улице Школьной напротив дома 43 мы добавили светофорный объект Т-7, добавили также искусственные неровности, пешеходное ограждение и сделали опиловку деревьев в зоне видимости дорожного знака. Валерий Венцель назвал еще несколько адресов, где были приняты конкретные меры по изменению дорожной обстановки. Очень важно, что вы в теме и в деталях. Губернатор Подмосковья обратился ко всем руководителям муниципалитетов с просьбой взять решение этой проблемы под личный контроль. Старая водонапорная башня на улице Заводской постепенно теряет былое величие. За более чем 70 лет своего существования она ни разу не реконструировалась. Найти собственника здания оказалось неожиданной проблемой. Тупиковую ситуацию с разрушающимся советским наследием давно пытается решить общественная палата Ленинского района. Вместе с ее представителями на проблемном объекте побывала и наша съемочная группа, чтобы тоже найти ответ на извечный русский вопрос. Что делать? Антенны сотовых операторов соседствуют здесь с разрушенной кирпичной кладкой и провалившейся крышей. Такое вот наглядное сочетание прошлого и настоящего. Башня представляет на данный момент общественную опасность. Пошла вертикальная большая трещина, когда может отвалиться значительный кусок башни на улицу Медицинскую. Мы сейчас хотим привлечь внимание руководителей администрации района к этой проблеме. Члены общественной палаты Ленинского района уже давно бьют тревогу относительно состояния здания. Следы на снегу, ведущие к двери и оборудование на крыше указывают на то, что башня не заброшена. Однако по ее внешнему виду такого не скажешь. Я живу на этой улице, и все жители нашей улицы, они каждый раз в сборе смотрят на эту башню. Это же историческая память. Так давайте зашлим его и оставим будущему поколению. Водонапорная башня была одним из первых строений в Видном. Когда-то она находилась на въезде в город, а потому стала его своеобразной визитной карточкой. Местные жители делали фото на ее фоне. История сохранила имя одного из строителей. Башня была возведена бригадой Павла Большакова. Это произошло в конце 40-х годов прошлого века. Строение стало архитектурной доминантой улицы Заводской, а впоследствии и одним из символов города. С появлением центрального водоснабжения необходимость водонапорной башни отпала. Сейчас она находится в частной собственности, а значит, без ведома владельца что-либо сделать с ней невозможно. Хотя планов даже самых необычных хватает. Много обращений, люди приходят и спрашивают, когда эту башню восстановят. А приходил даже один, я бы сказал, художник с творческой идеей, что сделать из этих башни какие-то часы, чтобы она была, можно сказать, лицом нашего города. Впервые башня перешла в частное владение в начале 2000-х. Но ею никто не занимался. Помещение облюбовали бомжи и любители спиртного. Раньше попасть в башню мог любой желающий. В настоящее время здесь стоит железная дверь и висит замок. Находиться поблизости опасно. Зимой лежит снег, но летом на траве можно увидеть огромное количество кирпичей, которые потихоньку падают со строения. Нынешний владелец здания вступил в право собственности в 2014 году. Но обращения по адресу, указанному при регистрации, не принесли результата. Поиск владельца – вот главная проблема, с которой столкнулись общественники. Закон о сохранности персональных данных, он располагает, соответственно, здесь найти непосредственно контактную информацию, чтобы с ним связаться, практически невозможно. Я так понимаю, есть только единственный аргумент, единственный рычаг выдавления. Это если администрация, возможно, выйдет в суд для того, чтобы лишить собственника имущественных отношений, право имущественных отношений. Потому что здесь, конечно, преступление налицо. Отдельного расследования заслуживают обстоятельства перехода городской собственности в частную. В настоящий момент представители общественной палаты ведут работу в связке с правоохранительными органами и планируют проведение экспертизы состояния здания. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Вот уже 9 лет в одном из домов на Битцевском проезде живет ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и обороны Ленинграда Борис Никитский. Все это время управляющая компания, обслуживающая дом, помогает ветерану. В настоящее время, например, делает косметический ремонт в квартире. Совершенно бесплатно. Наша съемочная группа проверила, как продвигаются работы. Борис Николаевич Никитский живет в Видном с 2010 года. Именно тогда он въехал в просторную квартиру с хорошим муниципальным ремонтом в новостройке на Битцевском проезде. Все эти годы ему помогает дочь Вера Вашурина. Не забывает ветерана и управляющая компания. Поздравляет с праздниками, проводит текущий ремонт, а недавно подарила инвалидную коляску, чтобы Борис Николаевич мог выехать на улицу подышать свежим воздухом. Каждый диспетчер и специалист управляющей компании знает, что заявки 17-й квартиры принимаются в первоочередном порядке и выполняются бесплатно. Борис Николаевич участник, ветеран Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда. И наша помощь ему – это то малое, что мы можем оказать ему в знак благодарности. Но, увы, ничто не вечно. За 9 лет в квартире вновь стал необходим ремонт. Начала отваливаться плитка в ванной, стерся линолеум, потрепались межкомнатные двери. И тут на помощь ветерану снова пришла управляющая компания. Перед Новым годом пришли в заправляющую компанию, глянули и предложили. То есть сами предложили, как бы участник войны сделать такой подарок. Вот, поэтому огромное им спасибо всем. Это люди, которые помнят, чтят, уважают тех людей, которые прошли войну. И чтят тех, кто вот немногие, которые остались живы. Потому что такая помощь, поддержка им просто необходима. Сотрудники УКА уже заменили трубы и электрическую разводку в ванной и санузле. Уложили кафель на пол и стены, поставили новые сантехнические приборы и радиаторы. Но работы еще не закончены. Предстоит заменить старый линолеум на ламинат и поставить новые межкомнатные двери. Любой ремонт приносит с собой некоторые неудобства. Но Борис Николаевич не обращает внимания на временные трудности. Ну, понял, все это терпимо. Все это терпимо. И надо терпеть. Внимание такое я даже не ожидал. Борис Никитский прошел всю войну снайпером. Участвовал в Сталинградской битве и обороне Ленинграда. Был ранен. Три осколка до сих пор остались в позвоночнике. Но в свои 95 он по-прежнему любит жизнь. Шутит и прекрасно помнит, как со всем юным мальчишкой защищал родину. Борис Николаевич уже заранее пригласил нашу съемочную группу на свое столетие. Заметив, что ждать осталось недолго. Мы уже рассказывали о судьбе молодого жителя Ленинского района, воспитанника спортивной школы «Олимп» Ильи Чеснокова. В прошлом году у него диагностировали онкологическое заболевание, но молодой человек сумел побороть недуг. Сейчас у него снова произошло ухудшение состояния здоровья. Инициативная молодежь Ленинского района провела благотворительную акцию, в рамках которой проходил сбор средств на лечение Ильи. Завершилась акция благотворительным концертом в Видновской школе номер 4. На мероприятии побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Место проведения благотворительного концерта было выбрано не случайно. Именно Видновскую школу номер 4 окончил Илья Чесноков. В прошлом году юноше был поставлен страшный диагноз – онкология. Но после необходимого лечения, казалось, он победил болезнь. К сожалению, случился рецидив, и проблемы со здоровьем вернулись. Сейчас Илья находится в больнице, и все стараются ему помочь по мере своих возможностей. В том году силами ТСМ-ов, то есть территориальных советов молодежи и молодежным советом, мы проводили такую благотворительную акцию в Видновском художественном техническом лице и Видновской 7-й школе. В этом году мы решили взять инициативу в руки молодежного парламента и провести районную большую благотворительную акцию. В течение недели в образовательных и культурно-досуговых учреждениях района был организован сбор денег на лечение Ильи. Завершением акции стал концерт, на котором выступали творческие коллективы и учащиеся школы. Решила принять участие, потому что я знаю Илью. Я очень много видела его в школе, так как он хотел, и с нами он тоже дружил. И он очень-очень прекрасный человек. Нам рассказывали, что он хороший человек, что он был футболистом. Я ему желаю скорейшего выздоровления и чтобы у него все было хорошо. Когда молодежный парламент и общественность обратились к руководству образовательного учреждения с просьбой о проведении концерта в стенах школы, им сразу же пошли навстречу. Наши дети, хоть они и заканчивают школу, они всегда дети и всегда наши дети. И мы очень рады, когда у наших детей все складывается хорошо, все получается, сбываются мечты, когда они к нам приходят и делятся своими победами. Вот мне хотелось бы, чтобы Илья пришел к нам и поделился своей победой в итоге. Трогательное мероприятие собрало в зале неравнодушных школьников, их родителей, друзей Ильи Чеснокова и бывших выпускников школы. Все собранные на концерте средства были переданы семье Ильи. Надеемся, это поможет ему победить болезнь. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 7 февраля, на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Температура минус один градус, без осадков. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин